Со слов Бахаджана Абдировича Сагентаева было потрачено 100 миллиардов тенге на медицину. Но для больного по факту не нашлось даже кислорода, чтобы сделать спасительный глоток воздуха. Представьте себе, вы попадаете в больницу и врачи начинают делать все, чтобы не вылечить вас, а отправить в морг. Это современная реальность седьмой городской клинической больницы. У меня отёки на ногах пошли, и это страшно болит горло. Я вчера просто у меня положили в новый бокс, а там была комната без батареи. Я не знаю, как у нас в Казахстане додумываются делать комнату без батареи. И вот я там лежала весь день, потом к вечеру просто тупо собрала вещи и сказала, я отсюда ухожу. Либо переводите в тёплую палату, либо переводите в обычное отделение, и мы и домой пойду. Знакомьтесь, это Зайтуна Хусаинова, которая заболеванием системной красной волчанки попала в седьмую больницу. Что это за болезнь? Проще показать на фотографиях. Симптомы, как видите, не очень приятные. Всю ситуацию можно было бы списать на то, что это просто обычная халатность врачей. Но это не совсем так. Врачи мстят. Врачи мстят за то, что она сообщила в социальных сетях о плохих условиях в их клинике. Например, о наличии кислородных концентраторов, которым не подключен кислород. То есть на фотографии всё окей, хорошо, для отчётности. А пациентов по факту отводят в другое отделение. Но так получилось, что главврач клиники Рамазанов Манас Ембергенович решил условия ещё ухудшить в ответ на её негативный отзыв. Не совсем адекватная реакция на критику. Или Манас Ербенгенович, вы таким образом решили подсидеть Бахаджана Абдировича, чтобы выставить его в не лучшем свете на фоне его заявления об освоенном бюджете. Тогда у меня к вам два вопроса. Кто вам заплатил за это? И второй вопрос, он самый важный на самом деле. В курсе вы, что пациенты это живые люди? Или вы их за людей не считаете? И скорее всего не считают там никого за людей. Потому что врачи делали многое, чтобы её положение ухудшилось. То есть действия их не были похожи на халатность, а скорее несли системный характер. Пришлось посторонним людям ей привезти кислород из другой ранее уже известной вам клиники. Также у неё аллергия на определённые продукты. И ей в больнице дают продукты как раз с этим аллергеном. Элементарно не могли сварить ей гречку, чтобы бедный ребёнок покушал и от аллергии не распух ещё больше. Скажите, что это не специально. По моему наблюдению ей спровоцировали обострение, пневмонию, потеря крови у неё была. Её не кормили целый день с потерей крови. Ребят, от вашей активности зависит её жизнь и здоровье, да и жизнь многих в этой больнице. Я понимаю, что сейчас эфир загажен политотой и откровенной пропагандой. Но давайте вместе с вами совершим чудо. Разорвёмся чаты, эфиры, ватсап-группы, как мы это делали уже не раз. Поможем чиновникам вспомнить хотя бы перед выборами о своём долге и о том, куда потрачены должны быть бюджетные деньги на самом деле. С наступающим вас! Субтитры создавал DimaTorzok